Всем огромнейший привет! Сегодня мы посмотрим очень такую важную тему, у которой у многих начинает сердце стучать чаще. Это тема войны. Будет ли полномасштабная война в Украине? Будет ли вмешиваться соседнее государство? Будет ли вмешиваться Россия? Сегодня интересно посмотреть тема, связанная с Донбассом. У каждого свое видение, своя правда в этой ситуации. Все комментарии не по теме будут баниться. Я поставлю премодерацию к комментариям, поэтому хорошенечко подумайте, что вы пишете в комментарии. Если меня не будет устраивать, я это просто удалю. Так, давайте посмотрим, будет ли полномасштабная война в 2021 году в Украине с Россией или в России с Украиной. Я не собираюсь, у меня есть очень много хороших людей, которых я очень люблю, которые живут в России, очень много хороших людей, которые живут в Украине. То есть я хочу просто посмотреть, потому что многие просят, и мне самой, естественно, интересно, как я тоже живу в Украине. Смотрите, выпала карта Суд, выпала карта Девятка Мечей, выпала карта Жрица. Вот знаете, как интересно? Вроде бы как что-то готовится, готовится, планируется, планируется. И вроде бы как уже и горит, да, и уже не терпит отлагательства по карте Суд. И тема конфликта старая достаточно. Но вот мне почему-то кажется, что по Жрице ничего не получится, никакой войны полномасштабной не будет. То есть больше страхи, больше переживания, больше паники, больше какой-то игры на публику у каждого государства. Но я не вижу здесь войны. Сейчас посмотрим на Ленорман, на мистический Ленорман. Будет ли полномасштабная война в Украине? Я не буду, как мои некоторые, даже коллегами у меня язык не поворачивается их назвать, по часу, по полтора на такие темы смотрят. Я запишу короткое видео, потому что еще у меня очень много всего нужно сделать. Смотрите, башня. Башня, всадник. И что у нас? И леса. Очень, кстати, ожидаемая карта. Как вы понимаете, всадник, который едет к башне, это он едет в никуда. Как вы понимаете, леса – это очень хороший такой хитрый тонкий ход. То есть это некая такая затравочка, некая такая стратегия для того, чтобы отвлечь от чего-то другого, более интересного, более хитрого, и очень хорошо отвлечь внимание. В общем, не вижу я ни по Мистической Ленорман, ни по Таро Заклинатели. Да, по-моему, Таро Заклинатели она называется. Ни там, ни тут ничего не вижу. Страхи вижу, переживания вижу. Вижу людей, которые хотели бы воспользоваться этой ситуацией войны. Я вижу, что некоторым она выгодна, но больше страхи и переживания и ступор. Вы сами видите. Ни о какой полномасштабности здесь речи вообще не идет. И даже вот эти вот летучие мышки, которые летают у нас в башне, они тоже показывают такие же страхи, как и центральная наша карта. Мы понимаем, что вроде бы как Северный Волк, да, вроде бы как он в центре. Но мы понимаем, что здесь у нас ледяной, абсолютно ледяной холод, да, а здесь у нас огненное пламя. То есть ни туда, ни сюда, ни одной из сторон не удастся идти. И я не вижу такого, чтобы эту войну, язык повернулся, назвать это войной. Да, вот именно в том объеме полномасштабности, о котором нам сейчас говорят с экранов Ютуба, с экранов телевизора, отовсюду, откуда только можно и нельзя. Давайте еще посчитаем квинт. Я думаю, тоже это будет интересно. Так, что у нас тут? У нас тут 20 плюс 9 плюс 2. 20 и 9, это 29 плюс 2, 31. 31 это 4, это император. То есть каждый будет около своей границы ходить, да, бдеть, что называется, но никакой полномасштабности нет. Каждый будет защищать от своей границы. Украина, украинские границы, Россия, российские границы. Теперь смотрим, что у нас интересненького будет на мистическое Ленорман, квинт. Я всегда его тоже смотрю и вам советую. Так, 19 и 1, это 20, 20 и 14, это 34. Очень-очень кто-то хочет на этой теме заработать, потому что карта рыбы, карта бабосиков, карта финансовая. И еще, знаете, карта рыбы, она может показывать такую нервотрепку, да, чтобы люди сами себя накручивали, надумывали. В общем, не будет войны. Я думаю, немножечко это поможет успокоиться, потому что вот мне со всех сторон об этом говорят. И я вот решила все-таки найти вот такой небольшой кусочек времени, чтобы записать, чтобы поделиться с вами. Я надеюсь, вы это видео добавите себе в плейлист, поможете его распространить. Мне будет очень приятно. Также предлагайте новые темы для видео на канале Элитка Гадалка. Я напоминаю, что я занимаюсь картами Таро уже более 20 лет. И я очень рада вас видеть на своем канале. Буду признательна вашему лайку, либо дизлайку. Также можете написать комментарий по существу. И я надеюсь, вы будете рады новым видео. И я буду с огромнейшей радостью ждать вас на своем канале. На этом мы сегодняшнее видео завершаем. Всем мирного неба, всем добра, тепла. Очень вас люблю и ценю. И всегда с радостью жду встречи с вами на своем канале. Всем всего доброго. Любите карты, и они ответят вам взаимностью. Всем пока.